За несколько месяцев до этого закончилась Русско-Турецкая война, по итогам которой Тамань, Клабрежья и Кубани вошли в состав России. Поскольку территория была малозаселенной, стал вопрос о том, что ее нужно осваивать. И в марте 1792 года представители Черноморского казачьего войска попросили императрицу Екатерину II о возможности дарования им Тамани и Плабрежья Кубани. Каков главный итог той исторической, назовем так, операции? Во-первых, то, что Кубань традиционно стала казачьим краем. Дело в том, что казачья модель колонизации, которую Екатерина II и Потемкин начали развивать на Кубани при участии Черноморского казачьего войска, она для этой территории, для этого времени оказала очень действенной. Через два года восточнее начинается формирование кавказского линейного казачьего войска, который начинает осваивать территорию Верховья в Кубани, до Центрального Кавказа. В 1861 году оба этих казачьих войска, Черноморское и Кавказское линейное, были объединены и дали основу современного кубанского казачьего войска. Помимо этого, сегодня исполняется 80 лет с момента образования Краснодарского края. Как это произошло? Насколько я понимаю, там был единый субъект и его разделили просто пополам. Здесь тоже все не так просто. Дело в том, что эта территория, которую мы сегодня называем Краснодарским краем, в конце 19 века административно состоялась из двух частей. Кубанской области, населенной преимущественно казаками, и Черноморской губернии с полтовыми городами, в частности с Новороссийском. И интересно то, что Анапа, сам город, входила в состав Черноморской губернии, а ближайшие станицы входили в состав Кубанской области. Гражданская война все это разрушила, и по итогам Гражданской войны сначала была образована Кубано-Черноморская республика, а затем более глобальное объединение, Азово-Черноморский край, включавший территорию современной Ростовской области и Краснодарского края, с административным центром в Ростове-на-Дону. В 1937 году, 13 сентября, исполнительный комитет Советского Союза принял решение о разделении этой территории, этого административного подразделения на два, на Ростовскую область и Краснодарский край. Ну и что показала история, правильным ли в итоге было это решение? Ну, конечно, правильно. Дело в том, что Краснодар на протяжении многих десятилетий был административным центром этого региона, Кубанской области, в первую очередь. Ну и как-то статус этот у нас сохранял, даже, наверное, будучи какой-то административной единицей в составе Азово-Черноморского края. То есть он вернул себе свою, можно даже сказать, столичную такую вот функцию и остается центом до сегодняшнего дня.